Челы, заходите на стримы. В этой маске иди в лабораторию? Можно в этой маске пойти в лабораторию? Слушайте, а походу вот эти темки не сработают, да? А, не, сработало. Ну, просто в прошлый раз, когда мы в лабораторию ходили, типа... Ничего не было, там нельзя было открыть дверь. Она не открывалась. Урод, ты вообще человек. Большой Эл исправит это. Ну, пойдем сгоняем. Я, правда, подзабыл, где это находилось. Вы помните, где это было? Открыто. Куча радостей здесь. И пустых бутылок. Прости меня, больше не могу. Я же всегда любил тебя. Базз. Получено достижение The Source. Базз. Давай. Не отпускай. Чего ты ждешь? Пошли играть. Ты какой-то другой. Кто она? Ты с кем-то другим? Ты никуда не пойдешь. У тебя есть незаконченные дела. Ты обещал мне. Ты же не навредишь мне, да? Как они? Ты хочешь эту мелкую сучку? После всего, что я для тебя сделала? Меня от тебя тошнит. Ты делаешь мне больно. Ты не можешь расставить меня. Базз, ты должен остаться. Ты мне нужен. Я тебе нужна. Я так тебя люблю. Заставь его страдать. Все в порядке. Больше ты не должен этого делать. Я здесь, чтобы освободить тебя. Не знаю, кстати, чей это голос в конце был. Можно пояснительную бригаду. Но прикол в том, что, типа, Базза любила эту Лизу, походу, да? Как я понял, как мне объясняли, Лиза умерла в каком-то смысле из-за Бреда. Он, типа, допустил ее смерть. Поэтому он, как бы, ненавидел Бреда в течение всей оригинальной игры, да? Ну, точнее, The Painful. Впечатляет. Так мал. Но здесь все закончится. Юбинь-бобинь-барабек. У-у-у-у. Вот это дамаги. Едрить. Как это возможно? В этом нет смысла. Ты же просто ребенок. Будешь ли ты первым? Можешь ли ты побить лучшего в мире? Охренеть тут могил. Большой Линкольн. Хуяра. На него не работает яд или что? Я не понял. На него не работает яд. Большой Линкольн набирает силу. Бадди устал. Немножко из-за атлет. Блин, то есть надо поспать было перед этим файтом. Нормалек. Жесткий-жесткий мужичок. Возбудить вряд ли. Учитывая, что его приспешники не возбуждались, так его тоже нельзя. Полюбас. Ух, повезло, походу. Это была, видимо, сильная атака. Хорошо. Хороший демэдж. Он что-то прочухал. О-о-о-о, сюда, сюда. Найс. Так, он какую-то хуйню завязал. Да, вот у него хп реально много. Хотя тут без яда, как бы, поэтому сложно оценить здраво, сколько у него хп на самом деле. Я бы тут сильно упростил задачу. Фигня, дружок, фигня. Все, ромашний питомец. Беспорядочные удары. Так а что теперь? Мы закончили свои дела? Ты почти свободна. Здесь письмо. Дорогой читатель, я заверяю, никаких трюков в этот раз. Благодарю тебя за твою преданность. Ты действительно много значишь для меня за то, что ты дал мне шанс что-то тебе дать. Даже если это не идеально, я все равно стараюсь изо всех сил, чтобы ты что-нибудь чувствовал. Что-нибудь. Нет лучшего чувства, чем то, что вы увлечены. Что вы создаете то, что оживает для других. Огромное спасибо тебе за все. Д.Л. Письмо разраба, судя по всему. Не глупи. Что, теперь обратно, что ли? Ах ты маленький, сучкин сынулька. Ручкой машет, смотрите. Ах ты. Ты не превратилась? Ха, ладно. Ты хорошо справилась. Очень хорошо. Заставь меня гордиться, детка. Ни хрена. Любовь. Жозель. Жозелька. Сейчас она будет страдать. 10800 хрена. Минус отравлением. Давайте еще раз попробуем. Да, хорош. Молодец, зубчик, молодец. Отойди. Радость. У яда есть вакцина. Она защитит тебя от мутирования. Чего? У нас нет времени для разговоров. Иди за ним. Ну. Что? Что? Как? Ты не настолько сильна. Ты кто? Нет. Ты не должна быть здесь. Ты кто? Почему твари подчиняются тебе? Уходи. Иначе я... Я убью тебя. Ха. Как это? Я... Из всех мужиков, что я видела, ты самый жалкий. Даже не можешь смотреть в глаза, когда угрожаешь. Теперь рассказывай, что происходит. Ты не понимаешь. Ну ладно. Мне плевать, кто ты. Я хочу этот трон. Яда молча глядит. Странно-странно, что он ничего не делает. Голова Бадди начинает болеть. Так, теперь он начинает бить. Новый удар попробует. Ну, он такой. Бадди не может контролировать это. Ой. Это же лицо Ранда. Ранда плачет. А, это и есть Ранда. Удачи, сестренка. Бадди теряет контроль. Эй, вставай. Сегодня большой день. Сегодня ты пойдешь гулять. Я знаю идеальное местечко. Оно тебе понравится. Я смотрю все время на эту маску, на это лицо. Блин, на мне крипово немножко. Какая-то крипоточка. Брэд. Побега нельзя, да, сделать? Ну, значит, ебамбурим. Брэд потерян. Брэд. Ничего не делать вряд ли. Бадди. Агась, Бадди. Это лучшее, что я смог придумать. Ну, оно простое. Ты мой маленький дружок. Я всегда так тебя называл, когда ты была ребенком. Думаю, это просто привычка. Брэд и Бадди. Хорошо звучит. Брэд скучает по тебе. Брэд не знает, что делать. Брэд. Стоп. Не называй меня так. Мне не нравится. Мое имя Брэд. Ладно. Зови меня Брэдом. Отец. Отец скучает по тебе. Он лечит нас. Что? Мальчик по имени Дасти? Кто тебе о нем рассказал? О чем я тебе говорил по поводу таких вопросов, глупышка? Не смей подходить к дядям опять, слышишь? У меня нет сына и никогда не было. Никто. Никто в депрессии. И кто рыдает? Ты должна знать это, Бадди. Я был абсолютно потерян перед тем, как нашел тебя. Ты заставила меня снова почувствовать что-то. То, что никто никогда не заставлял меня чувствовать. Ты показала мне, что такое любовь. И именно поэтому, когда я смотрю в твои глазки, мне становится из-за этого страшно. Поэтому я так глубоко затянул себя во тьму. Но обещаю. Я так стараюсь бороться. Я пытаюсь. И без разницы как. Я так люблю тебя всем своим сердцем. Прости за то, что подвел тебя, Бадди. Я так скучаю по тебе. Маска снялась. Нет. Мое дитя. Вы получили вакцину. Конец пути, подонок. Настало время начать отвечать на вопросы. У тебя нет выбора. Нет. Начинай говорить, или ты мертвец. Кто ты? Убирайся. Отвечай. Хочешь испытать меня? Ты действительно хочешь знать? Я яда. Человек науки. Человек высшей силы. И это мой мир. Ты просто пешка. Насекомое, разработанное мною. Я родил тебя. Я твой отец. И ты должна подчиняться мне. То есть, он все-таки говорил мое дитям про меня. Про Бадди. Похоже, ты сделала это. Опять ты. Верно. Это я. Мне не нужна была твоя помощь. Знаю. Я просто не хочу, чтобы ты слушала этого человека. Ты должна знать кое-что. Брэд был хорошим человеком. То, что случилось с тобой, не его вина. Ее. Она так сильно вывернула меня. Я любил ее. Когда она умерла, я винил кого угодно, кроме себя. Брэд никогда не заслуживал боли, которую я ему причинил. Ты тоже. Этот мужик. Он сказал, что он мой отец. Это правда? Он мой настоящий отец? Не лги мне. Нет. Я работал с ним. Он просто сумасшедший старик. Я следовал за Брэдом всю его жизнь. Ты единственная, кто дал ему цель. Даже Дасти не мог сделать этого. Брэд твой отец. Он невероятно любил тебя. Радость. Я... Я сводил Брэда с ума. Это моя ошибка, не его. Зачем ты мне это говоришь? Я думаю, ты напоминаешь мне ее. Я должен был быть ее светом. Вместо этого я дал ей втянуть меня во тьму. Забавно. Это бедная девочка. Ей бы здесь очень понравилось. Не понимаю. Что ты сделал с Брэдом? Со мной? Зачем ты мне все это рассказываешь? Вакцина. Понимаешь? Я сделал... Используй это. Спаси себя. Я... 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 Слушай... Я сделал это. Ха-ха. Я хороший мальчик. Я обещаю. Мне хорошо. Хорошо. Пожалуйста. Базу. Базу. Жозовичок. Ну, хорош. Лиза. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Лиза. Помоги. Я свободен. Я сделал это. Все нормально. Я в порядке. Эй. Ты забыла обо мне? Дастин? Ты. То, что База сказал мне. То, что ты мне сказал. Все не имеет значения. Я думала, что избавилась от тебя. Я была свободной. Все это было моим... Что? Нет. Я не могу. Бадди, слушай. Нам жаль. Мы ошибались. Мы были не нужны тебе. Мы только сдерживали тебя. Ты сделала все сама. Ты сильна. Ты умна. И ты свободна. Ты королева. Божество. Мы обожаем тебя. Мы любим тебя. Ты нужна нам, Бадди. Ты не можешь оставить нас. Пожалуйста. Ты нужна нам. Останься с нами. Пожалуйста. Нет. Это галлюциноген ебаный. Мы принимаем... Вакцину. И оставляем их нахуй. Мы не можем. Мы не можем к ним присоединиться. Конечно, это ебаный галлюциноген. Все. Дополнительных сцен не будет. Надеюсь, что еще что-то покажет. Было бы прикольно. То есть, выбор здесь как бы остаться в каком-то манимерке, да? Сойти с ума окончательно. И превратиться, получается, в мутанта, в конце концов. Либо жить, ну, типа, нормалды. Без проблем. Выбор очевиден, по-моему. От некоторых действий зависят кастомные моменты в концовках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бенни. Ты принес ее? Да. Нашел в гараже отца. Хорошо. Что теперь? Используй ее. Что? Да, используй ее. Как? Так. Отрежь ее лапу. Чего? Нет, я не могу этого сделать. В смысле? Ну... Разве мы уже не сделали достаточно? Она так беспомощна. Ты меня любишь? Конечно. Тогда сделай это. И я полюблю тебя в ответ. Вау. Она еще жива? Ага. Хорошо. Это было хорошо. Я думаю, ты готов. Для чего? Порежь меня. Чего? Делай. Я не могу. Нет, пожалуйста, нет. Но я люблю тебя. Мне нужно это. И я не могу. Из-за этого он больше меня не захочет. Пожалуйста, сделай. Мне нужно это. Только ты можешь меня спасти. Вот такая вот темка. Ну, Лизу насиловал, да. Батя насиловал, типа ее. Normal ending 1. Human ending. Normal ending 2. Mutant ending. Так, ну вот идут титры. Музон, конечно, в этой игре хороший. Вообще, саундтрек клевый. И в файтах с боссами. И так в целом. Жесть. Ни хрена себе. Вот это мутаген. Музон. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 чтобы он или или кого это не бате это разговор бате с брэдом походу да он ему дал да сестра да это он ему дал типу бухлишко чтобы он выпил и павел к сестре короче понятненько понятненько прикольно прикольно что я могу сказать прикольные концовочки в целом лор достаточно интересные игрушки еще хотел добавить что автор делал первую игру под впечатлением от разрыва отношений с девушкой из-за того что у нее были проблемы с головой на фоне сексуального насилия со стороны ее отца в ее детстве ну понятненько тогда тогда в целом понятно откуда вдохновение скажем так черпалась ну не а прикольно мне кстати вот это dlc даже больше наверное понравилось чем ну чем за пейнфул игра хоть за пейнфул и многоград но хотя за пейнфул тоже клевая там и больше юмора было но здесь больше именно драма какой-то здесь больше больше и сражение здесь поинтереснее были во всяком случае из-за того что нужно приходилось как бы потеть по крайней мере до тех пор пока у нас там не появились всякие приколдессы в конце еще автора кукуха основательно поехал после смерти от себя он оправдывался что не будет делать продолжение из-за того что трамп выиграл выбора то есть продолжение точно не будет понял то есть но это грустно конечно как-то смешно не так ладно в итоге ребята хорошая игра клевое впечатление произвела на всех и на меня в том числе а сейчас мы планируем балдёж на балдёж на